Приветствую вас на нашем канале, всех-всех, особенно поклонников Звездных Войн, ведь сегодня у нас будет обзор одного из батлпаков 2015 года. Компания LEGO в 2015 году порадовала нас четырьмя такими батлпаками, обзоры которых вы в ближайшее время все увидите в нашем канале. Сегодня у нас обзор набора 75088, команда Сената, да, Сенат команда Troopers, и сейчас мы посмотрим, что в нем интересного. На коробке набора на лицевой стороне изображен, соответственно, наш набор, вот такая пушка и четыре, да, да, четыре, один из них заклеен, четыре мини-фигурки. Также оформлена коробка в стиле 2015 года, вот такая вот фигурка. Кроме того, в отличие от других обзоров, которые я делал на 2015 год, здесь в уголочке новинка. Не просто стреляющий бластер, а прям стреляющий пулемет. Вот он на этой пушке, мы посмотрим, как он действует. На обратной стороне коробки, соответственно, функции набора, пушка поворачивается, регулируется угол наклона, и показано, что вот если здесь что-то покрутить, то отсюда что-то вылетит. Кроме того, оружие всех наших командосов, и вот такой вот небольшой арт из мини-фигурок. На торце коробки мини-фигурка в размере один к одному, это капитан. Капитан, командос Сената. Сейчас мы подробнее о них расскажем, когда будем смотреть сами фигурки. Ну что, открываем наш набор, привычное движение звуки. Странно, я заметил, вот это всегда остается штучкой, это открывается. Я не хочу эту коробку открывал. Наша пара пакетиков и инструкция. Угло инструкции, локатив Disney. Как обычно, первым делом в инструкции собираются мини-фигурки, но мы их соберем. Мини-фигурки мы собрали, теперь перейдем к сборке постройки из набора. Это, я думаю, мы ускорим. Мини-фигурки мы собираемся на гニорiche. Так. А меня нужно чтобыfinка локатив на haircut. Здесь я, пожалуй, приторможу ускоренную сборку. Посмотрим, как собирается этот чудо-механизм. Такая вот одна деталь. Вставляется втулка. Защёлкивается. Потом просто не смогу вам это уже показать, как дальше одевается эта вещь вот сюда. Вот так вот. Получается вот такой вот механизм. Как вы видите, вот эта втулка внутри ходит по кругу. У неё есть выступ, и, видимо, она выдавливает наши пупырышки, наши круглые пластинки. Сейчас мы посмотрим, как это всё действует, насколько эффективно данное орудие смерти. Вот мы и собрали наш набор. Сборка была недолгой. Особый такой интерес в этой конструкции представляет только новый стреляющий бластер. Всё остальное достаточно простенькое. Но сейчас мы посмотрим, как это всё действует. После сборки остались детальки запасные. Интересно, что вот это представляет. Можно ещё один бластер сделать, как у капитана Сената. Давайте сначала посмотрим мини-фигурки, потом перейдём к самой конструкции. В наборе всего четыре мини-фигурки. Три одинаковых обычных команды Сената и один их капитан. Команда Сената – это элитное подразделение, телохранители Сенатора. База их всех на «Карусанте», естественно, там, где Сенат находится. Кроме того, их вместе с Сенаторами отправляли с их депмиссиями в глубь космоса. Также некоторые задания они выполняли. У них отличное вооружение, нормальная броня, предполагающая боевые действия. И вот такие вот бравые парни. Появились, если я всё правильно понял, в «Войне клонов» в фильме. Ну и дальше уже в мультсериале были. В дальнейшем их подсидели, скажем так, ребята в красных плащах, которые стали в дальнейшем стражей императора. Ну что, давайте посмотрим сами мини-фигурки. Капитан. Такой вот капитан, отличные принты. Отличается от остальных фигурок тем, что у него такой белый узор. И выражением лица отличается, поскольку у обычных фигурок старое выражение лица, это, по-моему, новое. В 2015 году. Можно посмотреть. Такая вот фигурка. Вооружённая вот таким вот прогрейдженным стреляющим бластером. То есть небольшое тут дополнение в виде рукоятки. Дополнительная, видимо, импетация винтовки. Конечно, вся играбельность, она сводит на нет какую-то копийность, поэтому тут либо выбираем, либо похоже, либо стреляет. Ну, что делать? Такие жертвы стреляют, как обычно. Вроде как неплохо. Сейчас проверим. Нажимаем на рычаг. И промахиваемся. Ну, запас у нас много есть. Пулек. Ну, ещё одна попытка. В общем, куда-то улетела бы никуда. Не получилось у него. Стрелительник. Ну, такая вот мини-фигурка. В отличие от капитана, обычные мини-фигурки из охраны Сената не могут похвастаться таким вот замечательным принтом, который отличал бы их от капитанов. Ну, вот от три таких стандартных бойца, таких телохранителей. Шлем по форме такой же, по виду такой же. Ну, кроме того, что здесь нанесено изображение такое, белые принты и серенькие, здесь ничего этого нет. Ну, сама броня такая же. То есть, без опознавательных знаков. И вот три таких бойца. Сзади принты, спереди принты. Насколько я посчитал, это броня фаза 1 из воинов-клоунов. Ну, я не очень в этом теме, поэтому извиняйте, если что-нибудь так говорю. Вот такие вот три мини-фигурки вместе с капитаном. А теперь давайте посмотрим нашу пушку и ее механизм стрельбы. Вот наша пушка. Подальше чуть сделаю. Имеется возможность вращения и подъем вверх-вниз. То есть, можно полноценно прицелиться. Сюда можно посадить стрелка. Сиденье для него. И сзади крепление для бластера. Ну что, попробуем. Еще ни разу не пробовал эту вещь новую. Так, новый бластер. Наряжаем его. Всего шесть снарядов. Ой, сейчас они разлетятся у меня по всей комнате. Что делать? Искусство требует жертв. Так. Пушку зарядил. В комплекте вот еще тут. Уберем несколько снарядов. То есть, на пару залпов нам хватит. Вот такая вот вещь. При вращении снаряды вылетают. Вылетают достаточно быстро. Даже, по-моему, гораздо сильнее, чем из бластера. Ну, давайте попробуем. Поставим наши страдальные мини-фигурки. Посмотрим, как он справится с этим делом. С пулеметом. Путем вращения вот этого механизма она будет выстреливать. Ну, естественно, у меня все разлетелось по всей комнате. Сейчас попробуем зарядить и показать еще раз. Потому что у нас вторая попытка. Еще раз пробуем, как это все действует. Сейчас попробую это все быстро провернуть, прокрутить. Ужас. И я думаю, на этой вот такой позитивной ноте можно заканчивать наш обзор. Наш обзор подходит к концу. Мы с вами посмотрели набор 75088. Команда с Сената. 106 деталей. 2005 год. Сухие цифры. А общее впечатление от набора опять положительное. Опять по сравнению с предыдущими батлпаками. Пока я посмотрел три. Четвертый еще не распечатывал. Но все три мне понравились. Основная фишка набора является вот это новое стреляющее орудие. Такой пулемет. Прям мини-ган. Мне он понравился. Стреляет отлично. Снаряды улетают далеко. В общем, здравствуй, пылесос. Сама сборка всей этой конструкции, она такая примитивная. Ну, что делать? Новая фишка. Весь акцент на нее. Все остальное как дополнение. Кроме того, мне очень понравились все эти мини-фигурки. Как капитан, так и обычные ребята из охраны Сената, из команды Сената. Я думаю, этот набор будет очень популярен. На этом я прощаюсь с вами. Не буду занимать вас лишнее время. Ставьте лайки, если вам понравился обзор, набор и вот эта стреляющая штука, новинка 2015 года. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много обзоров. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok